Здравствуйте! Вы смотрите ЖЕСТЬ, как всегда, о самых резонансных криминальных новостях. По будням буду рассказывать вам я, Анастасия Лаврова, сегодня в выпуске. Не согласно с судом, как Фомина будет бороться за должность, рецидивиста арестовали, куда мужчина сбыл награблено и ближе к детям, кто работает в Омском университете. По факту выхода в эфир нашего сюжета, Следственный комитет инициировал доследственную проверку. На прошлой неделе мы показали, кто в очередной раз клюнул на удочку активистов Омского движения «Окупай педофиляй». Пользователи соцсетей узнали человека. В комментариях они сообщили, что это преподаватель вуза. Наши корреспонденты сопоставили данные. Вот если вы микрофон выключите, положите в сторону, и этот положите в сторону, я вам тогда объясню. Ну так вы поясните сейчас. И он рассказал, что действительно работает в Омском университете, доцент кафедры. В той грязной переписке с подростком, признался мужчина, участвовал. Однако, говорит преподаватель, физической близости с ребенком он не желал. Хотел всего лишь поддержать разговор. Подчеркнем, что диалог в сети мужчина завел первый. Первый и предложил пообщаться на интимные темы. За духой ничего нет. То есть я знаю, что, ну, я чист, потому что мне вот на это пойти, да зачем мне это все надо? Я, конечно, типчат, я понимаю, а зачем? Вот я пытался его на пути истины, да. Но представляете, вот я думаю, ну, парень такой пропадает, 15 лет. Эту запись нам предоставили активисты Омского движения «Окупай педофиляй». На кадрах пожилой мужчина. Борцы с педофилами выяснили. На сайте знакомств он предлагает несовершеннолетним мальчикам познакомиться поближе. Взамен любитель детского тела предлагает деньги. 15-летний школьник, за профилем которого скрывается активист «Окупай педофиляй», соглашается. Договариваются о встрече. Приходит 62-летний мужчина. Представляется преподавателем одного из омских вузов. Я вам обещаю, что я все это удалю и иду. Я обещаю. Зачем много? У меня работают оборы всего. Это просто переписка. Вы знаете, как говорится. У нас социальные сети, у нас информация, что хочу, пишу. Как мы и обещали, все материалы передали в региональный следком. Сыщики совместно с коллегами из полиции заинтересовались этой видеозаписью. Силовикам предстоит подтвердить, является ли человек, которого вычислили борцы с педофилами, и преподаватель вуза, одним лицом. По факту выхода информации, средств массовой информации о задержании активистами группы окупай-педофиляй лица, которого они подозревали в совершении противоправных действий, следственным управлением проводится проверка, в ходе которой будет установлена личность этого мужчины и отработка его на предмет совершения им противоправных действий. В интернете активно обсуждают сюжет о встрече активистов окупай-педофиляй с мужчиной, который хотел познакомиться с мальчиком. Среди пользователей и студенты. Несмотря на закрытое лицо, они узнали преподавателя. Сообщают, что он действительно работает в Омском университете. Преподаватель, с которым нам удалось встретиться, заявил, что ждет увольнения. Он сомневается в том, что в его чистые помыслы поверит руководство вуза. В Омской области перед судом предстанет 24-летняя Наталья Шестерикова. По версии следствия, в феврале она облила свою мать бензином, а после подожгла. Причиной ссоры стало поведение пенсионерки. Шестерикова оставила присматривать ее за тремя несовершеннолетними детьми, а сама ушла на концерт. Но бабушка в состоянии алкогольного опьянения уснула. Когда Шестерикова увидела это, решила наказать свою маму. Мать в истерике побежала в сарай для того, чтобы повеситься. Тогда подозреваемая вместе с соседями пыталась вытащить мать из петли. И угрожая тем, что если сейчас же она не вернется в дом, она облила ее бензином. Но когда мать отказалась в дом возвращаться, у нее вся одежда была пропитана воспламеняющимся веществом. Тогда, демонстрируя свою власть над матерью, подсудимая стала говорить о том, что если ты немедленно не вернешься в дом для того, чтобы переодеться, то я после того, когда считаю до 10, тебя подожгу. И, включив зажигалку, она стала считать. Мать ее не послушалась. И тогда девушка подожгла свою мать демонстративно. После женщина попыталась оказать помощь своей полыхающей матери, вызвала скорую. Но, несмотря на усилия медиков, спасти сельчанку не удалось. Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности, смерть потерпевшего». Шестерикова вину признала. В Одесском районном суде Омской области прошли прения сторон по делу. Гособвинение просит назначить Шестериковой наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Шестерикова сейчас в СИЗО, ее дети живут у родственников. Сорвал цепочку и скрылся. Полицейские задержали подозреваемого в серии уличных грабежей. С момента преступления прошло всего несколько минут, однако предполагаемый злоумышленник успел сбыть ювелирное украшение. Подробнее об этом наши корреспонденты. Мы шли с подругой через парк. Ей позвонила мама. Она остановилась поговорить с ней, я ждала ее. Потом ко мне подошел мужчина азиатской внешности, попытался заговорить, спрашивал имя, пытался проводить. Я пыталась от него отстраниться, и по итогу он сорвал у меня цепочку и убирал. Потерпевшая по делу жительница Кировского округа Омска. Она сразу обратилась в полицию. Через 10 минут ее пригласили на опознание. Перед ней сидел тот самый незнакомец. Его задержали по подозрению в краже. При каких обстоятельствах совершил его поступление? Не знаю. Вы подошли к женщине. Да. Затем? Свою цепочку. А где цепочка? Восемь. Восемь. Возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения ювелирных изделий от гражданки, проживающих в Кировском административном округе. За совершение указанного преступления подозревается житель Горьковского района 1983 года рождения, в отношении которого на данный момент избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Полиции выяснили, обвиняемый ранее был судим за угрозу убийства. На этот раз за грабеж ему грозит до 7 лет лишения свободы. Отстраненный отдел министр финансов Омской области Рита Фомина будет обжаловать решение суда. Как мы рассказывали накануне, судья Куйбышевского районного суда Омска Денис Ходоркин отстранил отдел чиновницу. По версии следствия, Фомина превысила должностные полномочия и нанесла ущерб бюджету Омской области в размере более 200 миллионов рублей. Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая перевела деньги в НПО «Мостовик» на строительство метро в Омске. Шишов, в свою очередь, потратил сумму на перекредитование в банке. Адвокат чиновницы Александр Желещиков заявил, что обжалует решение суда об отстранении Фомина должности. Однако в правительстве уже нашли Рите Францевне замену. Временно исполняющим обязанности министра назначен первый заместитель Фоминой Юрий Наделяев. Омская полиция назвала предварительную причину падения заряда фейерверка в зрители 9 мая. После проведенной проверки сотрудники УВД пришли к выводу, что искра от залпа упала в толпу омичей из-за дождевой воды. Заряды компания купила в Екатеринбурге. В наличии есть необходимые сертификаты и разрешительные документы. Инцидент, сообщают в полиции, произошел в результате форс-мажора. Попавшая в ствол залпового орудия дождевая вода намочила часть выталкивающего заряда, которая разбухла и не смогла набрать необходимую высоту. Снаряд упал в воду и разорвался в опасной близости от зрителей. Одна искра попала в толпу, серьезно никто не пострадал. Полиции сообщают, что уголовное дело по факту происшествия возбуждать не будут. Стражи порядка лишь провели профилактическую беседу с руководством организации, которая устроила такой запоминающийся салют. Салют в День Победы стал поводом для проверки еще и прокуратуры. Сотрудники ведомства выявили, в 22 случаях не были приняты меры по ограждению мест запуска салюта. Всего установили 37 нарушений закона, вынесли 6 представлений. В органы пожарного надзора направили материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. 21. Должностное лицо отделалось предупреждениями. На сегодня это все криминальные новости. Еще больше жести на нашем сайте антенна7.ру и в группе ВКонтакте. Поведимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин